Когда получили квитанции, конечно, сами ужаснулись. То есть, если в ноябре мы платили 840 рублей, то за декабрь пришла квитанция 3100. Почти в три с половиной раза у Юлии Григорьевой выросла плата за отопление. Девушка была шокирована. О повышении тарифов ЖКХ она, конечно, знала, морально готовилась. Но когда в канун Нового года получила платежку, от праздничного настроения не осталось и следа. В принципе, я думаю, это для любой семьи накладно. То есть, заплатить 3100 рублей только за отопление, то есть, это ощутимо для любого бюджета. Мы не живем в каких-то там таунхаусах, которые оплачивают свои квадраты. То есть, мы живем в девятиэтажке, как говорится, средний класс. Для нас это, да, ощутимо. Ощутимо для большинства барнаульцев. Так, председатель ТСЖ Константин Емешин проанализировал потребление тепла за четыре последних года. Сравнительная таблица у вас перед глазами. Если кратко, то в декабре прошлого года потребление тепла оказалось рекордным – 247 гигакалории. Единственный способ это регулировать отопление в квартирах – это задвижки на батареях. Поскольку, когда задвижки закрывают, а основная масса квартир не экономили и не делали этих задвижек, когда меняли батареи. Другая жительница Барнаула Наталья Эрград не столько удивлена новыми ценами, сколько неправильным начислением. По словам женщины, ресурсовики, в частности, теплоснабжающая организация, произвела начисление по новым тарифам с 20 ноября по 20 декабря. Хотя официальное повышение произошло с 1 декабря. Тариф 2488 рублей за гигакалорию должен действовать с 1 декабря. То есть отопление по этой цене рассчитывается именно с 1 декабря. Но у нас часть в платежку декабря попадает часть ноября, которая должна была рассчитываться по тарифу 2241 рубль 44 копейки. Почему ресурсовики часть ноября посчитали по новому тарифу, непонятно. ТСЖ и управляющие компании сейчас разбираются в вопросе. А жители, в свою очередь, надеются на перерасчет. Между тем, совсем скоро людей ждет еще один удар. С 1 января этого года выросла плата за капитальный ремонт многоэтажек. Раньше с квадратного метра по капремонту платили 5,96, а сейчас 8,92. А вот то, что на капитальный ремонт повысится, да, вот это вот совершенно полнейшая ерунда. Я думаю, вот где-то совершенно не обосновлено. Есть дома новые, которые совершенно не требуют таких средств на капитальное вложение. Есть дома старые, да, где, наверное, должен быть такой тариф. Получается, что новый тариф за коммунальные услуги запустил цепную реакцию. Идет серия повышений, ее уже не остановить. Совсем скоро, уверенный житель, увеличится и строка за текущее содержание дома. К коммунальному рабству пока предела нет. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.